Зенит и футбольный клуб Краснодар 11-й тур чемпионата России среди этих клубов И здесь, конечно, есть о многом о чем задуматься Собственно, конечно же, встречаются клубы немножечко на разных позициях в таблице Но мы знаем, для чего существует UFL, для чего настолько глобальная система Как лига, в которой целых три разновозрастных лиги с этого сезона существует Это, конечно, совершенствование футболистов Ну, говорят, не спеши расшатым Это, в общем, совершенно логичный подсказ Михаил Кузьмин здесь тоже находится, естественно, на своем месте Но ему пока работы не очень много Хотя вот сейчас что-то такое Мяч вкатывается уже после свистка в ворота Подождите, подождите, а свистка разве не было? А было полное ощущение, что игра остановлена А мяч влетает в ворота Вот так все в словаре имеющихся клише про то, что голевую засуху прервали самым необычным образом Все это можно достать, я, с вашего позволения, уже озвучил это в каком-то косвенном виде Но позволю себе это не продолжать Да, подождите, на полном серьезе этот мяч засчитан В списках команды присутствует Ох, хороший длинный заброс И приходится выходить из ворот Ух ты, столкновение, а что тут судья скажет? Ну и сразу подсказки Судье, как нужно оценить эту ситуацию Ну, мне все-таки показалось в динамике, что контакт был за пределами штрафной площадки Но судья виднее здесь точно совершенно И отличный, отличный шанс здесь есть получить 11-метровый Который, судя по всему, будет показан Счет, напомню, 1-0 в пользу Шорзенит И Краснодар, который, конечно, владел преимуществом первую половину первого тайма Должен реализовать свой стопроцентный шанс Удар и 1-1 Вот и второй мяч мы с вами увидели За первый тайм Ну, видите, много поклонников у Краснодара Здесь, на стадионе Турбостроитель в Петербурге Я думаю, что кто-то приехал, а кто-то переехал когда-то довольно давно Чуть попозже что-нибудь скажем, конечно, и о нем Но вообще есть интересные футболисты Конечно же, в составе команды Шорзенит Они всегда были В пример вам для этого Ленинградец Вот сейчас желтая карточка за срыв атаки Вот так вот Так, и что? И Красная Вот ничего себе Вы знаете, плавно, как-то мало-помалу Героем матча начинает становиться Дмитрий Акулинин Главный арбитр встречи Удаление У нас тут, я не заметил на стадионе Диктора Но Но Фавориты этого матча все сегодня происходят Итак, разбег Удар прямой поворотом с рикошетом И рядом со штангой Рядом с сеткой И мяч влетает в рекламный щит За пределами ворот Вот так-то Очень-очень, конечно Надо продолжать, конечно, вне всяких сомнений Потому что, в общем-то, игра Получалась Ну, кстати, если говорить в целом про Ох, сейчас какая атака Удар поворотом И мяч Летит в сетку с наружной стороны Но вот по-настоящему классный эпизод Еще один получилось сделать Вот оно преимущество одного игрока Вот оно в такие моменты начинает ощущаться, конечно же Потому что, в целом Конечно, в первом тайме Когда И Сейчас Прямой бы удар нанести Николай Вот так и есть И Молодцом Отличное спасение Вратаря гостевой команды Михаила Кузьмина Но приятно, что, видите, если Оба вратаря немножечко Ну, скажем, прямо напортачили В моментах с пропущенными мячами Длинная передача от Тагиева вновь И затем подходишь к штрафной площадке Краснодар уже с левого фланга Смещение Удар И Отбивает Резниченко И защитники подоспели вовремя Ну, что еще один удар Еще одна Копейка Ну, не шкалит, но Слишком часто Так выпукло Возначаться нам с вами в остатке матча Сейчас передача вперед Вот просто пас на удачу Выскочил куда-то Зачем-то из ворот вратаря Но надо ли в этом делать Вот здесь Михаилу Кузьмину Была ли в этом необходимость Учитывая, как все складывается Поражение-то все равно Мягко говоря, менее приятно будет И что, все Финальный свисток, друзья Вот так завершился этот боевой матч Где одна команда играла Большую часть матча в меньшинстве Это Краснодар Ну, а другая команда Получила пенальти в свои ворота А в итоге никто не хотел уступать И не уступил Ничья 1-1 С таким счетом все закончилось Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!